здравствуйте уважаемые друзья с вами горохов павел и вы на канале сибирский лов целую неделю мы с вами не виделись в силу прошедших трагедий до в моем городе вот но и сегодня как обычно по расписанию во вторник мы выпускаем соответственно новое видео по вязанию мушек сегодня покажу вам фантазийную мушку понятия не имею будет она работать или нет но мне кажется что сейчас как раз для весны для мутной воды данная тема должна быть очень актуальна вы в свою очередь обязательно в комментариях потом напишите что по этому поводу думаете будет она работать или нет так вот как обычно все материалы рассказываю по ходу но ключевым здесь материалом будет монтажечка 6 0 именно черного цвета здесь очень важно не вот такая вот проволока в моем случае она покупная да но вы соответственно можете наверное взять ее из подручных материалов я думаю в принципе проблем не не будет вот ну и пленочка пленочка наша сибирский лов нашего производства вот такая вот прозрачная цвета пурпурного в принципе на этом все сразу начинаем вязать закрепляем монтажечку и уводим вперед здесь необходимо промотать все цевьё как я и говорил ранее да при работе с огрузочными материалами я не использую никакие клейки и вещества а именно вот огрузил то есть промотал ниткой и соответственно сразу фиксируем наши материалы которые могут прокручиваться на цевье за счет нитки не крутится не будут это будет проволочка берем ее из каждого с каждой стороны фиксируем сейчас на в данном случае с вашей стороны вторую проволочку я зафиксирую со своей стороны по бокам это придаст такую сплюснутую форму нашей обманки вот два кусочка проволоки которые показал ранее я отрезал и сейчас фиксируем мушка достаточно простая но то как интересно мне получилось ее обыграть показалось мне очень интересным думаю почему бы не показать вам проверим заодно проверим в разных регионах как эта тема будет работать ну и мушка конечно эффектная смотрится очень классно приятно глазу посмотрим как на это дело отреагирует рыба ну и опять же да это один из вариантов как еще можно обыграть мушку с пленкой с теми пленками которые можно у нас приобрести так сделаем такое тело бананчиком до бананчик теперь отделяем полосочки от нашей заготовки пленки легко она вот таким вот движением отделяется пленочка полупрозрачная еще расскажу они у нас есть прозрачном исполнении и в непрозрачном вот этот прозрачная пурпурного цвета цвет очень ловчий по крупному хариусу именно поэтому он присутствует в тех цветах которые я выбрал для пленок потому что цвет действительно один из фаворитов именно по крупному хариусу отделяя вторую полоску и тоже сюда фиксируем почему две полоски вы поймете позже я делал с одной полоской эффект тоже прикольный но с двумя все же лучше сейчас увидите почему это как раз тот эффект который по-другому не получить эта полупрозрачность и она дает как раз интересный эффект глубины цвета так обязательно сделали узелок потому что крючок формы скат да в данном случае номер 12 забыл об этом сказать в начале но не важно на каком крючке на самом деле будете делать хоть 12 хоть не 10 абсолютно не важно почему это сделаем узел потому что не при при намотке у вас может ниточка соскользнуть сделали узел и не беспокоимся о том что у нас тут с вами произойдет так вот здесь пленочки видите они между собой слипаются можно наматывать сразу две но я не советую я советую наматывать по одной для этого сейчас их разделю с помощью иголки так можно было бы сразу две но лучше наматывать по одной так обратите внимание на черном фоне какой получается цвет но здесь вы можете обыграть разный сделать цвет подложки но в данном случае именно для весны я почему-то думаю что нужно сделать видите он не просто черный да не знаю камера передает нет но он именно вот этим не а с пурпурным оттенком так первую пленку замотали пару раз зафиксируем ее ниткой снова сделаем узелочек вторую пленку поверх накладываем вот это уже как раз здесь уже побольше шаг сделаем это как раз придаст глубины глубины цвета сейчас я вам покажу получше не знаю я вот смотрю на экран камеры и видно что она как будто бы вся черная но ничего страшного это все сейчас увидите в чем говорится здесь прикол все делаем здесь черненькую головочку дело все закрепляем и обрезаем вот теперь вход соответственно пойдет проволока так слушайте но видно мне кажется если я буду медленно крутить вы должны увидеть что перелив фиолетовый все-таки есть ладно далее будет я думаю понятно получше ну и теперь две проволоки будем наносить плетением плетением по технологии польский узел с небольшим шагом как плести таким узлом есть видео на моем канале я снимал его еще в начале начале развития своего канала качество там конечно не очень хорошие это не такое как сейчас но вся технология там показана от и до поэтому можете посмотреть ссылочку на него я не сделаю в подсказках где-нибудь вверху это ссылочка выскочит если вы вдруг не знаете как делать такое плетение так вот эта проволока здесь как раз почему я говорил для мутной воды да она здесь будет играть как раз роль привлечения видите вот такая вот получается у нас обман очка интересная именно роль привлечения рыбы так и вот здесь закончен на самом деле очень просто последний узел заводим вперед и еще один подтягиваем все отрезаем под самый корень проволока никуда у вас не убежит не распустится а торчащие края которые у нас получились мы не нам необходимо их с помощью пинцетика поджать аккуратненько под самый как говорится корешочек все друзья вот такая вот обманка получилось но это конечно же еще не все самый самая фишка самый эффект как раз тогда когда мы покроем и сейчас ультрафиолетовым ультрафиолетовым лаком сейчас вы прямо увидите какой получится у нас цвет глубина цвета и вот эта прозрачность просвет до фиолетового как раз то вот наверное уже видно вам под разным углом какое дается свечение очень важно друзья я уже говорил по поводу липких слоев еще маленечко подузнал я помимо того что зависит наличие липкого слоя зависит от лака да ой от лампы так оно еще зависит и от лака то есть прям продается лак если вы берете женский да что в общем то ничего плохого в этом нет так вот женский лак он есть специально с липким слоем они на него что там еще наклеивают сверху вот поэтому здесь нужно брать лак именно без липкого слоя тогда у вас проблема быть не должно так ну и все видите до перелив вот уже видно вам фиолетовый цвет сейчас я буду светить вообще наверное все будет видно получается глубокий глубокий цвет обманки ну и необычная вот такая вот как правильно сказать до ребрышки и плетение по телу в общем штука прикольная как отреагирует рыба сказать сложно но я думаю что клевать будет еще как можно пробовать и на зимнюю такую обманку поставить почему нет проволока вся переплетает тело под разным углом будет издавать разные блики соответственно рыбе должно понравиться ну вот сейчас наверно вам будет вот вот видно да все таки как фиолетовый переливается как по мне так обманка очень интересная обязательно друзья жду ваши комментарии напишите что думаете по этому поводу поддержите это видео классом напомню что это очень помогает развитию моего канала youtube считает именно эти классы и продвигает видео вверх в общем то на этом все друзья спасибо за внимание увидимся в четверг обязательно подписывайтесь на канал до новых встреч